Здравствуйте! Здравствуйте! Это «Культурный максимум». Я Алексей Кудинов. Сегодня в нашей программе будет очень много театра. В Новосибирск на рождественский фестиваль приехал Сергей Безруков. Он провел большую творческую встречу с поклонниками. Я постараюсь показать вам достаточно большой фрагмент этой встречи. Кроме того, вы увидите последние примеры 2021 года сразу в нескольких новосибирских театрах. Но сначала международный фестиваль керамики. Фестиваль керамики прошел в Новосибирске в 17-й раз. Это один из самых представительных в стране форумов, на которые собираются сотни начинающих и маститых авторов со всей России, из ближнего и дальнего зарубежья. Из-за многих ребят могу сказать, что они сюда приезжают не только посмотреть работы действительно, а еще и многому поучиться. Потому что помимо того, что у нас есть экспозиция, у нас есть масса мероприятий, которые ориентированы именно на то, чтобы вновь входящие в эту тему люди делали свои работы более качественно, изучали какие-то новые технологии, новые приемы. Знакомились с мастерами, которые готовы делиться этой информацией, этим материалом. Те вещи, которые умеют делать топовые мастера, которые приехали из другой страны, у нас в данном случае как раз Ахмед из Турции приехал, и именно его силами была создана вот эта волшебная вещь, стоящая у нас за спиной, за очень короткое время. И такие вещи нам пока еще, что называется, только снятся. У нас не хватает еще опыта у тех ребят, которые в регионе работают, чтобы сделать такую работу в таком же самом режиме. В программе фестиваля конкурсы, выставки, творческие встречи и практические занятия, которые с начала декабря проходили на самых разных площадках, от вузов до оперного театра. Что-то адресовано юным керамистам, что-то больше подходило опытным мастерам, у которых выработался не только свой стиль, свои техники, но и свое философское отношение к глине. Бог создал человека из чего? Ну, постараюсь повторить, может, не так вот. Так что все повторяется в природе. Это живая материя. Это живая. У нас ученые занимаются хромосомой, что-то ищут. Это то же самое, живая материя. И миллиарды лет. Она всю помощь, всю знает. Только вот если она нашла те руки, которые положить ей работать, она отдается, отдается в руки полностью. Если начинаешь ее, она не дается. Она только добрая, хорошая. Начни там чуть-чуть изгаляться ноги, ничего не будешь, она тебя отомстит. Древним ремеслом, подкрепленным подобной философией или просто желанием зарабатывать, каждый год начинают заниматься все новые и новые люди. На ютюбе можно найти ролики, посвященные гончарному искусству с миллионами просмотров. Есть мастера с огромным количеством подписчиков в соцсетях. Все это, конечно, влияет на всю отрасль. Особенно ценным виртуальное общение стало во время пандемии. Если говорить о пандемии, то у нас есть и потери, но есть при этом люди, которые благодаря пандемии развились более значимо, потому что пошли в эти самые масс-медиа. То есть пошли в интернет, научились, освоили какие-то возможности соцсетей. И на сегодняшний день этот вариант их тоже теперь поддерживает и кормит. Они получают заказы, взаимодействуют с внешним миром, не выходя из дома. И в некотором смысле это тоже выход, потому что все ярмарочные и выставочные процессы сократились на порядке. То есть многие из них просто прекращены. И поэтому у нас сейчас очень много мастеров встало вопрос выживания, потому что работы-то они делают, а вот потом их куда-то реализовать им намного стало сложнее. Новосибирский фестиваль удалось провести офлайн. Несмотря на все ограничения, в этом году смогли приехать несколько мастеров из-за границы. Турция, Сербия, Узбекистан. Встреча с их творчеством – это знакомство с другими формами, техниками и цветами. Например, почти с тысячелетней историей риштанской керамики. Мастера, живущие на юге Ферганской долины, все сырье добывают на месте. Собирают травы, пепел, который входит в состав глазури и определяет цветовую гамму риштанской керамики. Кроме традиций, на фестивале можно познакомиться и с последними веяниями моды. Все больше ходит такая волна фарфора, волна высокого обжига. Появляются новые материалы, новые возможности, новое оборудование. И, конечно, художники начинают это использовать. Ну, если раньше только глина, там низкий обжиг, молоченая керамика или майолика, то сегодня уже другие возможности. Ну, особенно, конечно, когда идет обжиг 1280 градусов, это впечатляет. Кульминация фестиваля – традиционная выставка лучших работ в художественном музее. Здесь представлено творчество самых ярких авторов и проекты, родившиеся на других российских фестивалях и симпозиумах керамистов. Я решила собрать проект «Тарелка», потому что все привыкли к тому, что тарелка – она с котлетами, с макаронами и супом. И довольно сложно приживать с мыслью о том, что тарелка – это декоративный объект. Она должна, опять же, выполнять роль картины, роль какого-то акцента декоративного в интерьере. И поэтому мой проект связан именно с необычной ролью этой тарелки, с непривычной для многих. И я привезла 30 авторов, которые работают как раз в этом направлении. То есть тарелка, с которой не нужно есть, а нужно ее любоваться. На открытии выставки в художественном музее, где организаторы фестиваля вручали награды за лучшие работы, было очень много людей. Экспозиция будет работать до конца января, так что если есть желание подробно рассмотреть все тарелочки и многофигурные композиции, найдите время для культпохода. Бонус – можно увидеть керамический инстаграм или сфотографироваться рядом с платьем для Аллы Пугачевой. Это работа обладательницы Гран-при фестиваля Елены Красновой. Парадная сторона платья светлая, праздничная, а оборотная символизирует закулисье. Тяжелый труд, без которого невозможен успех. Главный Есенин и Высоцкий современной России Сергей Безруков приехал в Новосибирск на рождественский фестиваль и сразу же записал видеообращение к поклонникам. Рассказал, как здорово в нашем городе. На рождественском фестивале Сергей не только представил свой спектакль, но и провел творческую встречу, на которой побывала наша съемочная группа. Здесь, в Новосибирске, уже два раза мне сказали, вот, вы помните вашу Ешуа? Да, казалось бы, да, хотя край у вас такой, что вспомнит, наверное, Сашу Белову точно, потому что... Куда ваш край без Саши Белова, правда? А все-таки, ну, это вся страна опознала когда-то в 90-х этого персонажа, поэтому куда без него вся наша страна, да, в лихих 90-х. Но, знаете, я рад, что отмечает и эту работу, и Есенин, безусловно. Сказал бы Михаил Александрович Чехов, это фантомы, которые я создаю, фантом. Фантом — это вот тот самый герой, персонаж из плоти и из крови, который получается из плоти и из крови, но это фантом. Это не я в предлагаемых до конца, это тот самый фантом, живой абсолютно. Ну, безусловно, ты подпитываешь свои энергии, ну, как же, конечно, слезы, эмоции, они настоящие, потому что ты начинаешь проживать жизнь этого героя. Ну, как мы с вами в детстве все играем в различные игры, представляя себя кем-то. И вот, представляя себя кем-то, ты начинаешь одушевлять его, и все те эмоции и чувства, которые испытывает твой вот этот вот персонаж, этот фантом, они действительно из плоти и из крови, и уже сотканы из твоих собственных эмоций. Я не обманываю зрителей, я не обманываю вас. В каждой из своих ролей я проживаю. И каждый раз тратюсь. То, что меня учили мои мастера, тратится. В этом честный текст Тимурская. Знаете, когда говорят, вот вы выходите на сцену, я говорю, я честен перед вами, потому что я всего себя без остатка отдам вам. Я не изображу эмоцию, я ее проживу. Если будет взрыв на сцене, преднепартное состояние, оно будет настоящим. После смерти на сцене у тебя есть следующая жизнь, потому что завтра у тебя другая жизнь. Ты играешь другого персонажа. А потом у тебя еще есть жизнь в кино, ты еще другой персонаж играешь. У меня так получается, что во многих из своих персонажей, сыгранных в кино, допустим, я уже проигрывал смерть, я уже умирал там, но возрождаюсь в другой работе. То есть, понимаете, вот это вот, может быть, вот это ощущение, что ты умираешь там как бы по-настоящему, действительно, умирая, отдавая себе без остатку, возрождаешься в средней работе, как птица Феникса. Я думаю, что вот это вот, наверное, ощущение дает возможность тебе жить. В Новосибирск Сергей Безруков приехал со спектаклем Московского губернского театра «Дядя Ваня». Но вопросы на творческой встрече все больше про кино, что и понятно. Увидеть Сергея Безрукова на большом экране или в каком-нибудь сериале нам гораздо проще, чем на сцене. Но для актера и театр, и кино все это неразрывные стороны одной профессии. Я жертвовать театром не собираюсь. Нет, театром это моя жизнь. Поэтому я найду способ совмещать. Я могу сделать маленькую паузу. Я могу сделать паузу в постановках, допустим, в своих ролях на сцене. То есть, есть те роли, которые я играю и периодически выхожу на сцену. То есть, очень хороший тренинг для артиста. Очень хороший, замечательный. Мне кажется, для артиста очень важно выходить на сцену. Каждый, ну не каждый вечер, но это очень важно. Слышать настоящее дыхание зрительного зала и слышать отдачу свою, да, отдачу, зрительскую отдачу на то, что ты делаешь на сцене. Потому что кино и сериалы это то, что потом смонтировано, это то, что потом выходит на экране или по телевизору. И ты не знаешь, ты не чувствуешь этой отдачи. А театр это ежесекундное, ежеминутное искусство прямо здесь и сейчас. То, что ты слышишь, то и есть. И те аплодисменты, которые ты в конце получаешь, это вот то, насколько ты сегодня наработал. С января 2014 Сергей Безруков руководит Московским губернским театром. Сам ставит и сам играет в спектаклях. Во время пандемии коллектив запустил сразу несколько интернет-проектов, которые интересны и сегодня, когда в театральные залы, пусть есть QR-кодом, но попасть уже можно. Посмотрите кусочек одного из ютюб-роликов и послушайте, что Сергей Безруков сказал об ограничении рассадки. Бернские! Дома. Дома. Превращаемся в сельскую жительную. Вы думаете, пошел в магазин за хлебом? Нет. Занимаемся садом. Я гастролирую много, гастролировал, потому что сейчас из-за того, что есть ограничения, 50%, 70%, порой прокатчикам невыгодно привозить театр с декорациями, потому как дорогу оплачивают, плюс потом еще проживание, и это все нерентабельно для них, поэтому многое переносится, многое откладывается в Минск, который был заявлен у меня год назад, уже, по-моему, три переноса идет, спектакли «Перенос, перенос, перенос», потому что из-за пандемии, из-за этих мер прокатчики не тянут, и они говорят, давайте перенесем, давайте перенесем. Каково зритель, не я же виноват, я готов приехать, я готов работать и на 50%, или как мы выпускали «Дядю Ваню» на 25%, мы выпускали «Премьер» на 25%. Да, мы продали онлайн-показ, и на этом хотя бы смогли заработать, но не те деньги, но хотя бы что-то мы заработали, потому что мы продали онлайн-показ нашей «Премьеры», но в зале при этом было 25% зрителей, 25%. Это для театра, который, извините, забирает полный зал. Я тоже этим горжусь, моему театру, ну как и девятый сезон, мы отвечаем, но за 8 лет существования Московского губернского театра у нас 90%, то есть было 20%. 20% я пришел, и постепенно за год я сделал 90%, а на наши постановки, премьерные, хитовые, наши спектакли, на наши хиты, губернские хиты 100%, рассадка была 100%, полный зал шла. А когда ты пытаешься выживать на 50%, был 25%, потом мы молились и просили, пожалуйста, дайте 50%, дали 50%, а когда летом была вспышка коронавируса в Москве, а у нас по-прежнему было 50%, а была вспышка. Я неустанно повторял властям, ну не зависит вспышка, Гран-Мир за театр. Был 50% и осталось 50%, вспышка была. Театр виноват, что ли? Нет. При чем здесь театр? Был 50% и осталось 50%, вспышка была. Ну, хоть бы кто-то грамотный из чиновников быстро не подсуетился бы, сделал бы нам 70% перед вспышкой. А-а-а! М-м-м, театр виноват. Из-за него вспышка пошла. Не додумался кто-то ушлый из чиновников это сделать. В результате, ну, друзья, массовое мероприятие. Массовое мероприятие. Предновогодняя пора. В новосибирских театрах обычно самое сказочное время. То здесь, то там появляются новые спектакли для детей. Это Овера Морозко, о которой мы рассказывали в одной из прошлых программ. Впереди еще сказочные премьеры в Первом театре и Глобусе. В других театрах выпустили взрослые премьеры. Одна, другой интереснее. Можно ли повеситься от счастья? От нормальной семейной жизни? Такой, что все твои предки жили тысячелетиями? Конечно, нет. Вроде бы очевидный ответ. Но если начать копаться в деталях, все гораздо сложнее. Какие отношения между супругами, между свекровью и невесткой, между братьями, между отцом и его детьми от разных женщин можно назвать нормальными? От каких волей-неволей полезешь в петлю? Ставить конкретизирующие вопросы, раскапывать не очень удобную тему предлагает спектакль «Наизнанку», премьеру которого представили в Старом доме. В первый день после свадьбы свекровь подняла меня в 5 утра и торжественно вручила веник. И грела промести всю улицу. Вот от нашего порога до самого первого дома у трассы. Вот здоров, Яхт Мохаммар. Действие пьесы Карины Бесолти происходит в небольшом городке на Северном Кавказе, в котором молодая девушка пытается докопаться до причин самоубийства старшей сестры, которая была замужем за уважаемым человеком и, кажется, даже уживала с его родственниками. Но за красивым фасадом часто скрывается неприглядное, в данном случае, бытовое насилие. Вообще насилие – это такой, не знаю, даже, как сказать, такой для меня табуированный момент, ну, не знаю, в какой-то степени, что мне иногда хочется поделиться, а иногда я делюсь, и мне кажется, что, ой, это так просто что-то близкое, и я вот рассказываю, как будто бы обнажаюсь, оголяюсь, мне становится от этого неудобно, неприятно, я получаю какой-то дискомфорт. Вот мы решили копнуть какую-то внутрисемейную еще историю, то есть понять, откуда, в принципе, берется эта жажда вот такой агрессии. А чаще всего это связано с семьей, с детством, и об этом говорят сами герои. Домашнее насилие – тема актуальна, конечно, не только для традиционных обществ Северного Кавказа. И подвергаются ему не только молодые девушки, только что принятые в семью. Оскорбления, унижения происходят в разных регионах России и мира. Где-то об этом предпочитают молчать, где-то, наоборот, сделали чуть ли не главной политической повесткой. Потому что я считаю, что это действительно нужно. То есть для чего-то же мы это делаем, для чего, ну, просто чтобы люди пришли и посмотрели такие, ой, какая-то негативная пьеса. То есть для того, чтобы люди уже начали думать, чтобы они начали что-то менять. Для осетинского драматурга Карины Бесолти наизнанку далеко не первая пьеса на сложные, даже табуированные темы. Этот текст был написан во время прошлогоднего проекта Старого дома «Дисциплина». Год назад пьесу в ряду других представили публике в форме читки. Когда ты пишешь, когда ты потом читаешь готовый текст, это совершенно другие впечатления. А когда ты его слышишь, он начинает работать. Что-то случается, что-то не случается. Ты видишь, где слабые стороны, где, возможно, удачные моменты. И дальше уже можно работать с этим текстом, потому что он живет дальше, скажем. Поэтому для драматурга это очень важный процесс. За год из читки пьеса превратилась в полноценный спектакль, безжалостный, для кого-то даже травмирующий, но необходимый нашему обществу, как иногда скальпель хирурга, необходим больному. «Красный факел» перед Новым годом тоже представил совсем не праздничное высказывание на близкую тему. Правда, не по современному тексту, а по классике. Драме норвежца Генрика Ипсона «Дикая утка». Кино – это ключевое слово для всего спектакля. Документальный фильм о своей больной, но очень талантливой дочери снимает герой – фотограф Мартин Берг. Вместе с семьей он живет в просторной квартире, подаренной коммерсантом Верле. Живет счастливо, пока друг детства не открывает Мартину правду. Квартира – это не просто подарок благородного покровителя. Верле срежиссировал все семейное счастье Мартина, чтобы искупить свои собственные грехи. Тут, в общем, такая вот все время игра с иллюзиями происходит, да, у героя с дочерью, со своим же фильмом, у меня с артистами, у меня с кино. Ну, в общем, здесь, как сказать, в этом… Да, в общем, вот такая концепция как бы всего этого. О том, как рождался этот спектакль, мы уже рассказывали в программе. Чтобы разобраться в иллюзорном мире героев Ипсона, Тимофей Кулябин вместе с актерами переехали в него на несколько месяцев. Все эпизоды репетировали вне театра, в ресторанах, в отеле и в квартире, специально выстроенной на пустующем этаже Новосибирского бизнес-центра. События пьесы проживались в реальных условиях. Какие-то сцены, да, на бумаге, казалось, да, здесь играли, и фальшь получалась, да, вот перевод написан, и мы начинаем вот ее играть, и говорю, ну вот пойдем, иди вот сюда на диван сядь и начните эту сцену. Ну, конечно, она начинает меняться, потому что мы понимаем, что в реальных условиях, не вакууме каком-то сценическом, а вот здесь реально кто-то зашел, ну как вышел, там какая-то быт начинает проникать как бы не в текст, а в ситуацию, да, от этого уже начинает каким-то образом меняться текст. За такими репетициями, как в реалити-шоу или в кинопавильоне, следили несколько операторов. На сцену театра затем перенесли лишь небольшую часть обстановки квартиры. Точь в точь воссоздали только лес, особое пространство, что-то вроде инсталляции, в которой любили проводить время дочка фотографа и его отец. Из снятого вне театра на натуре видео Тимофей Кулябин вместе с Анастасией Журавлевой сделали свое кино, под которое, как под запись оркестра, уже на сцене актеры исполняют свои партии. Это очень сложная в техническом плане работа. Нужно, чтобы происходящее вживую и кинокадры были синхронизированы. Пока еще этот пазл для меня лично вообще не сложился. У меня все лежит отдельно пока. Это еще предстоит собрать. То, что произойдет на сцене, для меня полный сюрприз. Ну, для меня. Я этого жду, эта интрига мне интересна. У меня есть у актера ощущение, что это получается в этих жестких рамках. Ты испытываешь еще больше удовольствия, чем спектакль, где режиссер тебе отдает делать, что хочешь. Канонический текст «Дикой утки» Ипсона видоизменила драматург Ольга Федянина. Каким-то событиям и фактам подобрали современные аналоги. В 19 веке документальных фильмов даже в Норвегии не снимали. И вкупе с очень необычным сочетанием языка театра и языка кино новое прочтение пьесы не оставило равнодушными ни простых зрителей, побывавших на премьере, ни маститых приезжих критиков. И это все на сегодня. В следующей программе «Предновогодний» мы окунемся в праздничную обстановку вместе с новосибирскими театрами, музеями и коллекционерами. Продолжение следует...